Добрый день, дорогие друзья! В эфире телешоу Телеактивно. И мы ее ведущие, Лена Андреева и я, Ларина Сукуева. Наше шоу Телеактивно – это игра для общения. И здесь мы общаемся словами, жестами и даже рисунками. А все это вместе развивает наши коммуникативные навыки и умение работать в команде. А еще это очень веселая и азартная игра. Итак, мы рады представить вам наших участников. Давайте знакомиться с Нергустаном Потаповым, Валерием Ефремовым и Сюзанной Парфеновой. Ребята работают в строительной фирме города Якутска. Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Очень рады вас видеть в нашей студии. Расскажите, как вы назвали свою команду и, может быть, придумали девиз? Миссия нашей компании и будет нашим девизом – это строить дом, в котором дом – это очаг созидания и счастья. Заместитель директора строительной фирмы Нергустан Потапов до недавнего времени активно занимался бегом. Однако переезд в частный дом немного скорректировал его увлечения. Теперь вся активность Нергустана сосредоточена на своем жилище. Ведь дел и хлопот у домовладельца всегда хватает. И дрова наколоть надо, и печь растопить, и лед натаскать, и снег расчистить. Валерий Ефремов, как выяснилось, в прошлом стендап-комик и исполнитель рэпа. Правда, у нас в студии он умоляюще просил не декламировать его ранее творчество, ведь с тех пор прошло несколько лет, и за это время его увлечения изменились. Теперь он видеограф, обожает работать с видео и фото. Не зря в строительной компании он занимает должность маркетолога. Отдуваться пришлось его коллеге Сюзанне Парфеновой, которая прекрасно поет. В этом вы убедитесь сами. За плечами девушки музыкальная школа, а ее любимые песни – весь репертуар Мэрайя Керри. Правда, сегодня Сюзанна постеснялась исполнить ее песни. Сюзанна, очень прекрасно. Также прошу любить и жаловать Дмитрия Габышева, Лену Дмитриеву и Андрея Владимирова. Все трое представляют сферу медведь. Здравствуйте, очень рада вас в студии. Пожалуйста, название вашей команды и, может быть, девиз. Наша команда называется «Сулус». И наш девиз – «Ни шагу назад, ни шагу на месте, и только вперед, и только все вместе». Риэлтор Дмитрий Габышев в начале этого года поставил себе цель активно заниматься спортом. Выбор пал на кроссфит. Теперь и день проходит бодро, и настроение всегда на позитиве. Так что Дмитрий нисколько не жалеет о своем выборе в жизненном приоритете. А еще он обожает рыбачить и проводить время на природе. Лена Дмитриева также помогает людям реализовывать свою мечту – приобретать свое жилище. В сфере недвижимости красавица уже несколько лет, и она обожает свою работу. А еще Лена много лет бегает, каждый день по 5 километров. Так что забег в нашей телевикторине, мы уверены, будет для нее легкой дистанцией. Андрей Владимиров убеждает нас, что сфера недвижимости – это работа его мечты. И он нашел себя в своей профессии. Он буквально наслаждается общением с клиентами, консультированием, поиском ответов на вопросы. И уверенно резюмирует, что его работа – это и есть его хобби. Ну а мы, в свою очередь, можем только позавидовать Андрею. Счастливый вы человек. А прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, а первым всегда начинает команда красных. Для этого каждой команде мы сейчас зададим по три вопроса из школьной программы. Если получится так, что каждая команда получит одинаковое количество очков, равное количество вопросов ответит верно, в этом случае капитаны команды вынуждены будут кинуть наш кубик. И у кого будет старше цифра, тот и, собственно, и начинает основную игру первой. Итак, поскольку мы сейчас первыми озвучили команду строителей, вопросы школьной программы звучат для вас. Внимание на экран. Какой газ используют для заполнения рекламных трубок? Неон. Неон. Так, ваш ответ. Неон. Так, ответ мы принимаем, Лена, да? Ну давайте сверимся с учителем из 29-й школы. Какой же газ все-таки? Для заполнения рекламных трубок используют неон. Хоу! Молодцы. Я видела реакцию Андрея. Вы подумали, господи, какой легкий вопрос задали, да? Неоновая лава. Риэлторы, внимание на экран. У многих русских писателей есть псевдонимы. Самое большое количество у Антона Павловича Чехова, их 50. Назовите хотя бы три. Вот. Вопрос из курса литературы. Чехова, он гендерл. Ну я вернусь. Ну давайте мы будем выписывать. Чехова, какие-то писатели. Давай твоя очевидность. И ваш вариант? Скорее всего, Андрей, наверное, нам ответит на это. С половиной. Так, Андрей. Давайте попробуем. На самом деле, наугад, на скидку, шутник, игрок, может быть, шулер. Даже так. Писатель. Хорошо, мы принимаем ваши ответы. На самом деле, псевдонимы Чехова вы слышали. Слышали. Давайте узнаем, какие же были псевдонимы. Беген в обмене. Антоша Чеханте, Рувер, Уллис, Человек без селезенки, Брат моего брата и еще оставшиеся. Их было около 50, да, на самом деле, псевдонимов у Чехова. Строители, почему вы так хихикали? Мы предполагали... Вопрос был очень сложный. Да, вопрос сложный. Мы предполагали, типа, Чех, Чехол. В этом роде. Так, у нас у строителей одно очко, риэлторы пока не заработали. Внимание на экран, строители, вопрос вам. Назовите рыбу-хамелеона, который свою окраску меняет в зависимости от окружающей среды. Рыба-хамелеон? Рыба-хамелеон в зависимости от окружающей среды. Осьминог параден? То есть, в холодной воде он другой, в горячей или в теплые. Не очень разбираюсь рыбу. Тоже самое. Хорошо, так Сезон отвечает. Ваш вариант какой? Щука. Щука? Нет, нет, нет. Рыба-хамлю. И? Карп. Это, ну, в смысле, рыба-рыба или тот, который... Рыба-рыба, наверное. Рыба-рыба, наверное. Тогда вариантов нет. Ну, нужно любой вариант указать. Ну, щука, карп. Ну, рыба-клон. Рыба-клон, да? Принимаем, да, ответ. Давайте сверимся с учителем биологии 29-й школы. Какая же рыба все-таки? Форель-лили. Рыба-хамелеон, который меняет свой окрас в зависимости от окружающей среды, это камбала. Так, вот. Кто бы знал? Вы знали? Да. Андрей, вы знали, да? Нет, на самом деле их много, не только камбала. Ну, камбала в том числе. Хорошо, давайте, может быть, вы сейчас завоюете, заработаете одну очко. Внимание на экран, вопрос вам. Что называют лондонским глазом? Страноведение. А вы эти титры, да, кто задает вам вопрос? Да, да, я тоже так думаю. Что еще? Ну, варианты больше не было? Нет, у меня. Биг Бен только там. Типа он здоровый. Ну, это же как бы символ. Ну, как бы это, да. Может быть, это вопрос с подвохом, на самом деле. Я не знаю, что Биг Бен, Лена. Ну, больше ничего. Ну, у нас один ответ у всех. Предположение Биг Бен. Нет. Сезанна так уверенно говорит, нет. Давайте спросим. Не знаю, но нет. Коротай, учителя английского языка, он 29-й школы. Лондонским глазом называют колесо обозрения. Лена, ты бы ответила на этот вопрос? Думаю, да. Так, и последний вопрос для строителей. Внимание на экран. Назовите площадь Российской Федерации. Квадратуру, да, в смысле? Большая. Большая, просто большая, да? Грунная. Все в первой в мире. Ну, это смотря, что считать Россией. Хороший вопрос. Ну, тут, наверное, все-таки мы примем примерные хотя бы. Смотря, что туда входит. Ответ. Примерные площади. С Владивостока до... А, если это как-то, например, с Владивостока до Санкт-Петербурга, примерно 8 тысяч километров. И вот так вот с северного долга. Со скольки, до скольки можно ориентироваться? 8,4, не знаю. 30, да. 45. Уточняющий вопрос, смотря, что считать Россию. Хороший вопрос. 8 тысяч вынижаем на 4 тысячи. Ну да, где-то 40 тысяч. 40 миллионов гектаров. 40 миллионов гектаров. Гектаров. Давайте уточним. Предлагаю уточнить. Площадь Российской Федерации равна 17,1 миллионов квадратных километров. Да, вы больше, да, предположили. То есть не 40, а 17 миллионов. И последний вопрос для риелторов. В каком веке Россия стала империей? Веке. Нет, нет, нет. Можно и в голос, но все равно мы уже не втаскиваем. В какой игре с Весли? Это чудо-зер. Можно не в шопот, а можно в голос. А, да? Ну да, кстати. Иван, ваш вариант? 17-й. 17-й? Я думаю. Даже 18-й. Камень нужно. Давай, давай. Фу, ефак! Все, давай. Ну, 17-й. 17-й век. 16-й. 16-й век. 17-й. Давайте сверимся с учителями истории. Какой ответ в 16-й век? 16-й век. 16-й век. Может, все-таки, давай 17-й. Ну, давай 17-й. 17-й, да? 17-й, да? 17-й век. Хорошо, давайте узнаем. Как ты это? 18-й век. Россия стала империей в 18-м веке. Петр Первый. Петр Первый. Петр Первый, да. Лена, как историк, конечно же, знает ответ на этот вопрос. Итак, у нас по итогам наших школьных вопросов команда строителей заработала 1 очко. 1 очко. Команда риэлторов. 1, да? 0. 0, да. Получается, что строители у нас команды красных присаживаются на красный диванчик. Красная фишка теперь ваша, а команда риэлторов присаживается на синий диванчик. Мы их предполагали. И вот вторыми. Что ж, вопросы из школьной программы нашим участникам попались достаточно сложные. А теперь давайте узнаем, как с подобными вопросами, опять же, из школьной программы, справятся горожане. Кому принадлежат эти строки? Может быть, вы помните. Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. А как по-русски вы делаете по литературе? Я просто не помню. Ну, я песню слышала, а вот не помню. Понятия не имею. Весеним. Весеним. Что будет, если горящую спичку опустить в пробирку с газом СО2? Она погаснет. Погаснет? И взорвется. Взорвется. Вообще не знаю, Феви, я на 2 училась. Вариант ответа. С газом СО2. Взорвется, потухнет, либо станет ярче, еще сильнее гореть. СО2, кислород. Мне кажется, будет ярче гореть, либо потухнет. Она сгорит. 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 Ну, или потухнет. Она взорвется. Потухнет. Потухнет. Почему? Кислорода нет. Она потухнет. Потому что углекислый газ – это среда, в которой не горит огонь. В какой части речи относится слово «ни сколько»? «Нисколько». 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 Я только подержим. «Нисколько». Числительное, по-моему. «Нисколько» части речи на речи. На речь. Какой частью тела потеют кошки? Желатом. Что за вопрос? А кошки потеют? Носом. Они потеют вообще? Понятия не имею. Под мышками? Не знаю. Лапами. Итак, выбор сделан, команды определены, и мы начинаем. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой и бросает кубик. Игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразу с карточки, при этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда угадала слово или фразу. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисти карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. А правила игры все поняли? Да. Кто угодно бросает. Первый. Начинает капитан. А. И, кстати, следует отметить, что если кубик покажет цифру 6, вот сейчас как раз у нас цифра 6 на кубике, в этом случае свой вопрос будут вам задавать самые младшие эксперты нашей программы, воспитанники детского сада Цветик-Семицветик города Югкутска. Еще я хотела вас предупредить. Эта же участь ожидает вас в конце нашей игры. Если ходов останется меньше, чем показала цифра на кубике, тогда вам придется выполнить сразу два задания. Мы усложняем нашу игру. В этом случае вам нужно будет выполнить и пантомиму, потому что она финальная клетка на нашем поле. И плюс, опять же, вы должны ответить на вопрос наших младших экспертов. Это все в конце нашей игры. В любом случае, на каждый ответ вам полагается по 45 секунд. Начинаем? Давайте. Команда красных кидает кубик первыми. Ниргустан делает фото. Нет, они сами. Так, покажи мне 6. 5. Почти. Так, потенциально получается, что ваша клетка попадает на желтую. Рисовать. Рисовать. Так, Ниргустан, подходите к нашему столику. Выбирайте любую карточку, которая вам понравится. Не показывайте ее своим ребятам. Показывайте только нам. Смотрим желтый фон и карандаш. Вот. Вам нужно будет это нарисовать. Время пошло. Это одежда? Смокинг платье. Это платье. Женское платье. Женское пальто. Племень женский. Женское пояс. В доме гардеробное. Халат? А. Да, верно. Халат, это халат. Халат, да. Правильно, это уже. Блестяще. Вы молодцы, можете смело двигать свою фишку и сделать первый шаг. На пять шагов. На пять шагов. А вот. И раз, два, три, четыре, пять. Давай, делай. Так, риэлторы, давайте догоняйте. Давай, Лимо, покажи шестерку. Шестерку. Шестерка. И в этом случае вам свой вопрос задают дети. И внимание на экран. Свой вопрос задают самые младшие эксперты в нашей программе, воспитанники детского сада «Цветик-семицветик». Дмитрий, вы можете присесть пока? Друзья, сейчас в этом задании вам будут петь дети песни на английском языке, которые они совершенно не знают. Ребятам по 4-6 лет. Песни играют исключительно в их наушниках. Вы будете слышать только живой звук. И вам нужно угадать, какую песню поет ребенок. Ну, воспитанник детского сада. Внимание на экран. Внимание на экран. Эта группа «Аква» песня, по-моему, «Барби». Это группа «Аква». давайте сверимся в своей визитке ну здорово молодцы делайте шагов вперед 6 1 2 3 4 и 5 и 6 риэлторы молодцы строители давайте догонять и кидайте кубик выпустить кракен 4 так значит 1 2 3 4 фантомима фантомима зеленый фон подходите к нам выбирайте любую карточку абсолютно любую особенно любую которая вам нравится не показываем своим ребятам показываем только нам и сами смотрите вот это фраза пантомима показать не используя звуки и слова время пошло два слова первое прилагательное второе существительное дно выпуклась мост а мост это второе слово какой-то мост ленский золотой мост крючок вантовый вантовый висящий качающийся под 8 секунд подвесной масло отлично ну отлично супер сложно просто вот так двигай фишки 4 раз два четыре молодцы ну строители конечно мне кажется с таким заданием могу справиться только строители риэлторы как ваше настроение давайте кидаем кубик и продолжаем игру уру лена надеюсь вам предстоит рисовать подходите к нам выбирайте тоже любую карточку а я уже не знаю время начинайте лена лицо лицо а человек какой-то человек пан это какой-то женщина вероятнее всего человек мозг мега мозг мега мозг умный человек ученый сколько время у нас так еще еще человек 12 человек переживший преподацию черепа веселый пакетштейн парик певица один время какой человек мозг эрудит оооо это же было очевидно да эрудит конечно я получает мозг нарисовала да 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 я вижу теперь это эрудит так фишка ваша остается на месте какую цифру вы хотите объясняйте словами объяснять словами да 3 либо 5 ну давайте 5 2 1 точнее 2 да объясняйте словами подходите сезонна к нам выбирайте карточку время пошло это биологические добавки которые мы принимаем для здоровья это можно заказывать например для здоровья принимаем например это кальций может быть либо рыбий жир да верно очень серьезно так сезонна двигает фишку как вы хотели говори да и 2 молодцы 6 6 давай 4 4 1 2 3 4 вот это вот 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 черт сложно да время пошло что пингвины пингвины два пингвина стая антарктида пальмы да мадагаскар мадагаскар пальма остров остров пингвинов остров пингвины пингвины передвигаются в остров 15 секунд тут надо сказать что надо точную фразу сказать а пингвины вы рядом остров пингвинов остров пингвинов пингвины пингвины на острове он остров пингвинов не ну все правильно но тут нужно уточнить да что фразу или слово нужно указать точно пальмов со всеми прилагательными остров с пингвинами пингвинов пингвинов да пингвинов извиняюсь уай 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 это главное так покажи мне 4 решится судьба сегодняшней игры возможно да вы уже 4 1 2 3 финиш вам достается только одно задание музыкального вопроса вам не полагается поскольку потому что ровно все ровно и пантомима прошу время сколько слов первое зонтик что да зонтик парашют раскрыл дождь раскрытие зонтика а зонтик сломался сломанный зонтик да уууу вот не знаю тут поломанный зонтик ну эти нам не засчитали а тут тоже ничего они сломаны поле на что будем делать в этом случае нет мне кажется мы готовы музыкальный вопрос один из младших экспертов как как я цена маргенштерн что ли ты как вы напросили сами на это задание но да действительно справедливо было чтобы мы вам предложили этом вопрос еще раз прокрутим а давайте еще раз посмотрим нет нет второй раз к сожалению нельзя мы ладно команда риэлторов уже угадала есть можно давайте узнаем точно ли это внимание на эту девочку вообще можно на любую девочки 4 детском саду этих семицетик поет замечательно это ваша вина что вы не угадали ваша фишка стоит на месте команда риэлторов продолжает игру кидайте кубик давай шестерку давай семерку восьмерку давай шестерку по заказу 4 1 2 3 4 рисовать желтый фон время пошло дмитрий рисует конкретно внимание на доз пока не понятно это не железная дорога лодка лодка человек байдарка нет не байдарка а байдарка ну лодка да это сплавка яхта сплавка 15 секунд остается здесь тоже люди которые сплава сплавы 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 сплавляющиеся люди это все а вид дмитрий как катамара 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 ну давайте по заказу давай пускай 6 5 удачи опа 3 ой я рисовать ага рисовать подходите к нам время пошло сколько слов одно слово существительное хорошо нарисовал улыбка человек паша снеговик человек с шарфом 25 секунд человек с варежками человек с мороженым шеф повар 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 ха 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 х Пять. Почти. Раз, два, три, четыре, пять. Говорите. Время пошло. Сколько слов? Два. Мир. Москва, Питер, Китай, Лондон. Города, столицы. Столица мира. Автостоп. Путешествия автостопом. Нет, машина, человек стоит. Транспорт большой получается. Граница? Таможня? Нет, человек говорит. Людям рассказывает достопримечательности. Этот, экспедитор, экскурсия. Экскурсовод на автобусе. Автобусная экскурсия. Верно. Автобусная экскурсия. Автобусная экскурсия. Ой, как вы вышли. Молодцы. Оставалось три секунды. Двигаем фишку. Два. Три. Четыре. И пять. Молодцы. Молодцы, молодцы. Так, ну строители, вы можете определить уже эту игру, но вам в любом случае уже придется слушать наших малышей. А, ну если один будет. Если только не один, да. Давай один. Наш один будет. О-о-о-о. Есть контакт. Есть контакт. Пантомима. Пантомима. Время. А звуки можно издавать? Звуки можно. А, можно? Ну, совсем не членораздельный. Чайник? Да. Все? Нет. Нет. Сколько слов? Сколько слов? Сколько слов? Горячий чай. А. Так. Чайник? Чайка, петельник. Пятнадцать. Заварка, заварь. Калькулян, спасибо. Кофе? Чай? Вода? Ложка, чайка, кружка. Пять секунд. Три, два, один. Время. Ответ. Хороший был вариант, конечно, с чайником, но не чайник. А что? Самовар. Самовар. Почти. За ночь хорошо показывала. Она вот там крутила кранчик и наливала. Да, да, да. С чашечкой, с кипятурой. Продолжай игру. Я думал, что-то кофе делай. Ладно. Давай, на удачу или? Давай четыре. Четыре. Ну, хотя посмотрим. Ну, давай, где-то четыре. Четыре. Время. Сколько слов? Одно. Что-то поднимаешь, туда кладешь коробку. Чемодан. Переезд. Переезд. Кладешь коробку туда. Почта. Почтовая ящика. Посылка. Посылка. Верно, это посылка. Все, это посылка. И в итоге победителем сегодняшнего. У-у-у-у! Клада синих поздравляем. И мы вручаем вам наш приз. Вначале мы двигаем фишку. Двигай. Двигай. Победная фишка. Торжественно. Вы можете все вместе двигать. Да. Давай, давай. Раз. Два. Три. Три. Четыре. У-у-у! И сегодняшними победителями является команда синих. И мы вручаем вам наш маленький подарок от телепередачи «Телеактивно». Сертификат от магазина «Блеск» на всю команду. Спасибо. Ребята, строители, ну, вы расстроены? Нет. Не, не, нормально. Нормально? Да, вообще очень классно было. Не, но вы и так близки от финиша, и, наверное, были уже мысли, вот сейчас вот, сейчас мы победим. Было такое? Если честно, да. Какое задание было самым легким и, наоборот, самым сложным для вас? Для меня повод. Угадывание музыки. Музыкальный вопрос от наших малышей. Самовар, да? Нет, самовар, ты песня малыша. Да. Это сложно. Это сложно, невозможно. Ну, ладно. Какой может быть самый простой? Ну, самый простой повар. Повар. Ну, вы замечательно рисуете просто поэтому. Да. Так, ребята, риэлторы, ну, какое у вас настроение? Вы довольно-таки долго стояли позади команды красных. Какие у вас были мысли на тот момент? Ну, вообще мы от этой игры получили массу положительных эмоций. Ну, и, как говорится, невозможное возможно всегда мы ищем, находим пути. И в итоге мы победили. Спасибо за игру. Было все замечательно. Вы не знакомы друг с другом? Да. Вы же не знакомы друг с другом? Мы не знакомы, но познакомились. Какое задание было самым сложным и самым простым в этой игре? Самым простым? В самом деле тут все просто. Ну, самое веселое было это про нам, когда девочка поселила. Андрей потому что угадал. А он там вообще танцевал. А самым сложным? Это то, что, видимо, я нарисовала, да? Эрудит. Да, эрудит. Но мы очень близко под остыдом. Ну, кстати, да, эрудит сложно было бы нарисовать. Сложно было бы нарисовать, да. А я федаль думал, как нарисовать. А вопросы школьные программы вас не смутили? Вы не заработали ни одного очка. О, надавили все-таки. Да, стыд, да, стыд, да. Но мы же выиграли. Неважно, победитель не будет. Всегда важен результат. У нас результат есть, мы победили. Ну, отлично. Огромное вам спасибо за игру. Я вас еще раз поздравляю с этой победой. Строители, не расстраивайтесь. Самое главное, как говорится, участие. Да, конечно. Дорогие друзья, мы между тем хотим пригласить вас принять участие в нашей игре «Телеактивно». «Телеактивно» — это веселая, азартная игра, в которой вы развиваете коммуникативные навыки при помощи жестов, мимики, обогащаете свой словарный запас, а также демонстрируете свое умение рисовать. Если вы азартны, веселы, любите играть, учитесь в школе или уже работаете, собирайте свою команду и мигом к нам в студию. Мы вас ждем. Все заявки ждем на электронную почту «Телеактивно собачка.мл.ру». На этом мы с вами прощаемся. С вами были я, Ларина Сукуева и Лена Андреева. Пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok